Игра захватила зрителей с первой секунды. Броски, блокшоты, финты и роскошный дриблинг. Соперники ничуть не уступали друг другу. Фортуна поочередно переходила от команды к команде, будто испытывая терпение. Зрители находились в постоянном напряжении. Мы за хорошую игру, независимо от того, кто. Отличная игра, достойные соперники, хорошие молодые ребята. Я болею за Десногорск. У меня играет папа 18 номер. В первый день состязаний молодая липецкая команда не смогла дать отпор хозяевам. Сказывалось неотработанное перемещение игроков. Спортсмены терялись при смене и заслонах. Баскетболистам явно не хватало должной агрессии. В итоге команда Митсу Баскет проиграла со счетом 70-94. У них есть еще, я думаю, возможность для роста. И в прямом даже смысле. Конечно, уступают в росте нашим баскетболистам. Но берут более динамичной игрой, комбинационной игрой. И где-то чем-то превосходят в дриблинге, наверное. На второй день соревнований команда Липецкая бескуражила команду «Динамо-Росэнергоатом». Гости вырвались вперед, превзойдя десногорцев в точности трехочковых бросков. Последняя четверть игры накалилась до предела. Приближался конец матча, и незначительное преимущество соперника воспринималось гораздо острее и серьезнее. Увеличивалась скорость игры. Хозяева стали чаще допускать ошибки при введении и передачах мяча. Финальный сигнал и игра закончена. Со счетом 70-65 победу одержала команда «Митсу-Баскет». У нас всего три тренировки проведено было перед этим матчем. Это наш первый выезд. Ну, я выездом доволен. Мы одну игру проиграли, одну выиграли. Сами виноваты. Проиграли дома. Будем работать ошибками, стараться и побеждать в следующих матчах. Сегодня мы играли, так сказать, чуть-чуть не в полном составе. Не было второго тренера. Кобина Даниэля. И еще пару человек. На будущие игры мы будем собираться все вместе и побеждать. Сейчас у команды ЦСП «Динамо» «Росэнергоатом» пять побед и три поражения. Первого и второго декабря десногорцы встретятся в Ярославле с командой «Юни-Баскет». Марина Якубишина, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ.